Испечь блины задача непростая даже для опытной домохозяйки, но восьмилетний Аслжан справился с ней. Прирожденный кулинар. У меня поначалу, потому что мама пекла блины, она занималась выпечкой, потом я уже начал подхватывать от нее, помогать ей. Ну и потом уже мне хотелось дальше уже самому пробовать. Ну она, конечно, разрешала мне развиваться уже в этом деле. Ну и пробовать выпекать также какую-нибудь другую выпечку. Прошло семь лет и у талантливого мальчика уже есть свой кондитерский бренд. Имя Аслжана сегодня то и дело гремит в прессе. Конкурс «Уздык Маман» привлекает к себе специалистов различных производственных сфер. Главное, чтобы возраст не превышал 35 лет. Привлек он и юного кондитера. Ему пришлось помериться своими силами с более взрослыми и опытными мастерами десертов. Но Аслжан трудностей не испугался, тем более, что участвует не в первый раз. Выступил достойно и завоевал симпатию жюри. Ну по итогу я занял первое место. Было вообще, ну был шок, конечно. Я не думал, что смогу опередить более опытных кондитеров с большим стажем, у которых более 10 лет стаж, более 8 лет. Мне было очень интересно посоревноваться против более опытных кондитеров, то есть проверить себя, свои навыки, ну и посмотреть, конечно, что приготовят они и сравнить свою работу с их работой. У меня было, ну, чуть-чуть поинтереснее по начинке, но по оформлению у них, конечно, было немного посложнее, ну потому что больше опыта и легче сделать, то есть легче дается сделать оформление. Для конкурса Аслжан приберег свой фирменный рецепт. Он приготовил торт, который пользуется огромным спросом среди его клиентов. Ну мне показалось, что это такой беспроигрышный вариант, так как это уже довольно распространенная начинка. Ее очень часто заказывают у меня клиенты. Ну и я думаю, что с ней я точно смогу занять хоть какое-нибудь место. Все дело в шоколадном бисквите, креме и вишневой начинке, которые так любят сладкоежки. Есть и секретный ингредиент – корица. Обычная пряность сделала его блюдо авторским. Специально для нашего канала кондитер рассказал и показал рецепт шоколадных коржей, которые покорили сердце жюри. Для приготовления бисквита нам понадобится 4 яйца, 220 грамм муки, 260 грамм сахара, 50 грамм какао, 8 грамм разрыхлителя, 4 грамма соды, щепотка соли и 170 мл молока и 40 мл подсолнечного масла. Для начала мы взбиваем яйца с сахаром до белой пышной массы, затем к ним частями добавляем молоко и подсолнечное масло. После этого добавляем сухие ингредиенты – это разогритель, сода, какао и мука. По очередности добавляем масло с молоком и сухие ингредиенты. После того, как добавили масло с молоком в яичную массу, хорошо перемешиваем силиконовой лопаткой. После этого добавляем сухие ингредиенты и заново повторяем тот же этап. Хорошо перемешиваем лопаткой, аккуратными, но уверенными движениями, для того, чтобы наша бисквитная масса не опала. После этого мы переливаем наш бисквит в кольцо и станем выпекаться при старшем 10 градусах 45 минут. Свой первый торт Аслжан приготовил в 10 лет. Это был обычный сметанник. Родители увидели в начинающем кондитере потенциал и поддержали его. Шли годы, и его навыки росли. Юный создатель десертов решил продавать свои творения и завел для этого блог. К слову, его аккаунты пользуются популярностью на каждом более 3000 подписчиков. Так что Аслжан еще и известный в наших краях блогер. Где я пришла в вести блог? Потому что сейчас очень легко развить себя благодаря социальным сетям. И поэтому я создал свою страничку и начал более чаще снимать видеорилз для того, чтобы продвигаться. Но у себя в блоге я показываю то, что происходит за кадрами. Ну, то есть бэкстейдж, это получаются моменты готовки, потом получается заготовки, которые я делаю. Ну, и получается то, что момент процесс приготовления. В своем блоге я рассказываю также о том, с чего я начинал. Тоже об этом рассказываю. Про свои участия в разных кондитерских мероприятиях, шоу. Мы уже отмечали, что кондитер неоднократно участвовал в конкурсах. Один из них проходил в этом году в рамках российского шоу «Кондитер дети». Они сами меня пригласили, нашли меня через Инстаграм, кастинг-менеджер. И она прислала мне ссылку для того, чтобы я мог оставить свою анкету. И они уже рассмотрели ее для того, чтобы принять меня на шоу. Конечно, было страшно принимать участие в таком масштабном шоу, так как обычно просто до этого я смотрел просто в Ютубе, по телевизору. И уже понимая, что сам принимаешь участие в этом шоу, и это кажется таким чем-то необычным, ну и, конечно же, нереальным для себя. Там обычный парень из маленького казахстанского городка Аксу достойно выступил и добрался до финала. А главное, его похвалил известнейший на пространстве СНГ кондитер Ринат Акзамов. Сам Ринат Акзамов сказал, что, наверное, это самый вкусный торт, который принесли в этой серии. Это, конечно, была для меня большая мотивация продолжать свою деятельность. Это была большая, ну, то есть, в мою копилку похвалы вот такого известного кондитера. Ну и, конечно, было очень волнительно, потому что стоишь перед таким популярным человеком, и кажется, что он даже нереальный. Сейчас Аслжан учится на первом курсе технологического колледжа. Когда в учебном заведении узнали, что к ним поступает такой способный студент, решили поддержать юношу и создали для него в стенах колледжа специальную мастерскую. Колледж сам решил предоставить кондитерскую мастерскую. Они обустроили ее под меня. Здесь получается все, что мне необходимо. Также они решили добавить, ну, то есть, проявить креативность и добавить фотографии, мой логотип. Преподаватели учебного заведения восхищаются первокурсником и его творениями. Его наставница Мадина Габдулина отмечает, что юный кондитер отличается необычайным упорством и стремлением к совершенству. Именно это выделяет его из ряда остальных учащихся. Сажан – он такой более открытый мальчик, позитивный, креативный. Все, что он хочет, он постепенно добивается этого. Работает над своими работами. Работы у него получаются интересные, креативные. Всегда какой-то вот находит изюминку. Именно в своем даже, если взять обычный бисквит, он найдет туда, добавит какую-нибудь начинку, чтобы была своя изюминка. Между прочим, он всегда смотрит российский бренд кондитеров для того, чтобы учиться у них. Потому что у нас немножко где-то, если не знает, то он обучается там. Вдохновитель Асылжана – Полина Филимонова. Десертный художник родом из Бердска. Она известна своими 3D-тартами, которые удивляют не только яркими вкусовыми сочетаниями, но и внешним видом. Мне нравится то, что она много добавляет креативности в своих работах. Делает масштабные работы – это высокие торты, которые состоят от семи и более ярусов. Ну и нравится то, что она занимается такими масштабными работами, которые производят вау-эффект на всяких мероприятиях, ну и, конечно же, для своих зрителей. Асылжан подражает своему кумиру во всем и мечтает однажды создать собственный дизайнерский семиярусный торт. Есть и более масштабные планы. Я бы хотел, возможно, открыть свою кофейню, в которой будут продаваться мои десерты, ну и, то есть, развивать свой личный бренд. Судя по упорству и целеустремленности юноши, можно не сомневаться, что все задуманные проекты он обязательно воплотит в жизнь. Асылжан Мейрам – не просто начинающий кондитер, а яркий пример того, как можно реализовать свои мечты, если верить в себя и работать, не покладая рук. Его талант и желание превзойти самого себя уже принесли ему заслуженное признание и успех. И это только начало его большого пути.